Дорогие наши зрители Вы знаете, они уже 20 лет это показывают и все смешнее и смешнее Вот и на прошлой неделе фигмаристы обшлага, как всегда, погрузились на пароход с водкой, закуской и Кларой Новиковой И поплыли в родную деревню Михаила Евдокимова проверять новые монологи Этот круиз мы очень остроумно назвали Куров на смех Смешно, правда? Вы знаете, они вообще такие юморные все эти наши сатирики И доводят меня просто до истерики Особенно Фима Шиприн В последний момент приезжает на приставь и говорит Все, не поеду, тетя заболела Вы знаете, я так похотала, что меня даже не пустили на пароход И взяли круиз с собой, а Фиму взяли Так что все они уплыли на Алтай А у меня в гостях гость из другой юмористической передачи Знаменитый артист-писатель-сапирик Евгений Смехопанорамасян Здравствуйте, уважаемые любители юмора Вы часто просите в моей программе смеха Пиролама Чтобы я показывал только себя Да, я это с удовольствием делаю И сегодня покажу вам монолог мой от 27-го года Где я изображаю дядецу Ой, пожалуйста, не надо Не надо, не надо показывать Я этого не вынесу Вы знаете, на самом деле дядец показывать очень легко И получается всегда очень весело Да, вот очень приятно, что вы, Дерина, радуетесь шутке Да А вот есть некоторые люди, которые не торопятся посмеяться над шуткой Это просто гады Это люди-сволочи Простите за, может быть, кривое слово Вот это люди-подлецы Это люди-мерзавцы Вот иногда выходишь на концерты и полный зал мерзавцев сидит Да Да Вот, ну а... А я? А вы прекрасный человек Вы сразу откликаетесь на любую шутку Так весело смеешься Да Ведь шутка, она заставляет нас смеяться Точно так же, как и горе, которое заставляет нас плакать Это отрывок из моей новой книги 80-й по счету уже Ну какой же вы все-таки остроумный Просто умираю сотнику А вы-то знаете, ведь мои монологи, такие невинные монологи, их запрещали Да что вы Да Вот помните эту вещику Приговорили тещу к смертной казни Неужели запретили? Представляете, запретили Какой ужас, бедная теща Разве можно такое запрещать? И вы знаете, я ходил и в театр Сатирикон с этой вещью В театр Райкина, и в театр Сатирикон, и в театр Райкина, и в театр Сатирикон, и в театр Райкина, и даже в театр Сатирикон, и даже в театр Райкин Вот, вот такой зампык рук тогда получился Ну, а такой, может быть, немного острый вопрос Скажите, а вот вы сам критически относитесь к своему творчеству? Ну, вы знаете, я очень критически отношусь к своему творчеству Особенно поутру, после бакетов, концертов и фурше Утром встаю и думаю, что же я с тобой такое сделал Вы знаете, я вот заметила в очередной раз, когда была на нашем пароходе Что стало очень много у нас сатириков и гумористов Может быть, это, конечно, и к лучшему, но на пароход они уже не влезают Вы знаете, такое впечатление, что они просто кишля-кишут Убил бы парочку сюда Но, с другой стороны, сейчас с бодни и младни и юмористами Они выступают пацанок Ой, да что вы Вы знаете, по-моему, нам нужно уже заканчивать нашу передачу Потому что я, с какой-то просто умру со смеха О! Конечно, можно будет закончить нашу передачу Но, вы знаете, я вообще не почитал вам новые отрывки своей новой книги Да что вы, вы не читать умеете. Да, это такая маленькая такая юбриза. Если оружие это булыжник полиприата, то юмор это когда булыжник упал на ногу полиприата. Я не могу. Это же так смешно. Вы знаете, эти мои сатирики, юмористы, друзья, они когда-нибудь доведут меня. Я просто умру за смеху. Представляете, как будет смешно. Ну что же, на этом я хочу с вами попрощаться и сказать спасибо моему сегодняшнему гостю. Спасибо. До свидания. До свидания. Любители юмора.